Кремль ведь ведет себя очень хитро. Он в политике, в политике, по крайней мере, пока ничем, нигде не задевает вот тех настоящих бешеных псов, которые не будут предлагать, а давайте посветим фонариками, да, а которые сразу переходят к делу. Кремль подозревает, что все его эти спецназы, это, в общем, в высшей степени бутафория. Ведь вот как замки, замки, это же от честных людей, так и спецназы хороши только против безоружных. И в очередной раз у вас под Москвой, эта старая истина подтвердилась, я имею в виду, очень красивую смерть в мытищах одинокого, но чертовски храброго пенсионера, который не стал в ответ на полицейский произвол мигать фонариком айфона, который принял бой и принял смерть. И простая демонстрация того, на что способен решительный человек, в 8 или 9 часов он вел реальный бой со 140 спецназовцами, вооруженными, в том числе, тяжелым вооружением, то есть гранатометами, огнеметами, пулеметами, бронетехникой. Четыре отряда приехало по его душу. Гром, рысь, булат и зубр. И почему это все было так успешно? У него не было, кстати говоря, никакого боевого опыта у этого человека. Дело в том, что вот в реальности цена всем этим костюмированным дуболомам в камуфляже, в шлемах, антеннах, разгрузках, лифчиках, рациях, а на самом деле во всю эту спецназовскую бутафорию цена-то невелика. И это было в России многократно, кстати, доказано позором различных операций по освобождению заложников, в частности. И вот, в общем, доказалось еще раз, они очень всегда браво выпрыгивают из машин, они обляпаны шевронами героическими и, в общем, позорятся в очередной раз. И тут пенсионер бросает гранату. Да. И вот один... Я только прошу прощения, Александр Глебович, один нюанс. Во-первых, пенсионер был достаточно состоятельный, его семья, к счастью, смогла покинуть дом перед тем, как начался этот штурм. Рассказывали, по-моему, супруга его рассказывала, что вообще он был очень хороший человек, он церкви строил. Ну, ты знаешь, давай лучше я об этом не буду знать. Потому его и не мог спецназ взять, потому что с ним бог. Слушай, нет, он и к крокодилам прекрасно относился. Да. Но он... Вот 9 часов штурмовали его дом, подтянули артиллерию, подтянули гранатометы и заживо сожгли человека. Заживо сожгли человека, при этом все перетоптали, все загадили, перепугали всех соседей. А дяденька, в общем, возможно, и не был ни в чем виноват. А почему, кстати, он стал отстреливаться перед беспределом? Говорят, что ему ничего не грозило, у него просто было чуть больше оружия, чем нужно. Да, совершенно верно. Это штрафы. Это, возможно, уголовные дела с... Бабушка надвое сказала, если там было нарезно, а если там было просто лишние глоткостволы, то это, ну, цена вопроса 4 тысячи рублей. Штрафы и ничего более. Более того, вот то, что показали во всяких телевизорах и в интернете, ведь сейчас ни один черт не разберет, что ты видишь. Потому что на рынке такое количество охолощенного оружия, которое вообще продается свободно, такое количество всяких массогабаритных макетов, которые невозможно отличить от реальной, но которое оружием не считается. Но я вообще думаю, что сейчас, конечно, этого сожженного, заживого человека, ему нарисуют любую вину, потому что надо каким-то образом оправдаться за это позорище, сжигание человека, вина которого не доказано, не найдено и даже не названо. Более того, я не удивлюсь, если выяснится, что он возглавлял запрещенную организацию ИГИЛ, держал в подвале там водородную бомбу. Причем там интересно, там, если ты посмотришь на фотках, там видно, что рожки к этим всем сейгообразным автоматам-пулеметам, а сейчас все в России, почти все охотничье оружие, оно делается на базе Шмайсера, который называют по старой памяти Калашниковым. Вот ни один из этих рожков не взорвался, что непременно было бы в пожаре, если бы они были снаряжены патронами. Но вот мы видим цену этих спецназов, я подозреваю, что и Кремль тоже эту цену видит.